Я творил человека по образу своему. Ты хороший, у тебя видно лицо какое. Что это, страшилище такое. Вот. Мы все пристанем на суд Божий. Все раздеты это. Что вы так это додались, чтобы вас разделить? Я не знаю, первый раз зашел, посмотрите, что это такое. Сам в шоке, дедушка. Вас кто раздел? Раздел-то кто там? Милиция или кто? Да какая милиция? Здесь одни какие-то ненормальные в этом сайте. Понятно. Ладно, если у вас есть вопросы духовного содержания или на пользу душе, можете задать. А вас? Город Барнаула, Тайский край. О, у меня друг вот с Барнаула, с Алтая. Вот здесь вот. А мы в Олимпурге сейчас. О, вот. Да-то не так далеко от нас. Ну, так-то да. А вы что, это? Я проповедник православный, миссионер. И мы зашли сюда, в этот ущелье тьмы и мрака, чтобы людям возвестить о Христе. Я не знаю, что это такое. Не знаете, да? Я верю. А вот смотрите, вот это что за книга? Мы знаем Библию. Вот, в ней все написано. Как пал человек Адам, как Христос умер за нас, как Он воскрес для нашего оправдания. И вот через пять недель будет Пасха Христова. Я знаю. Вот, надо пост соблюдать. Ну, после Пасхи. Вас не видно, вы ушли, один глаз только левый, видать, и все. Я буду вас видать. Да, я на сессии просто. Сейчас будет Пасха, а потом через неделю родительская, правильно? Да. Ну, пять недель еще до Пасхи. Ну, это пустяки, доживем. Ну, а вы поститесь? Нет, я не пасю. Ну, поговорите пустяки. Это не пустяки. Лишний вес уйдет. Грешить неохота тогда будет. Блин. Я не знаю, как к вам обращаться. Я с лишним весом уже борюсь, борюсь, но никак не уходит. Я уже и постился, и хрестился. Не уходит никак. Только не ругайтесь. Ни одного слова плохого не говорите. К вам как можно обращаться? Нет. Просто ругаются, матерятся. С ними разговариваешь, они... Да можно не обращаться, просто разговариваем. Ну, я говорю, к вам как можно обращаться? Ну, можно как. Игнатий Лапкин, Игнатий Тихонович. Я старше вас. Игнатий Тихонович, ну, я вижу, что вы старше, конечно, намного. Мы вот здесь живем... А вы где-нибудь где-нибудь или где? Еще раз скажите. Вы в деревне где-нибудь или где находите? Мы строим православную деревню, но пока мы в городе находимся. Сейчас. Мы на лето поедем. Я эти годы был начальник детского лагеря, 45 лет. Ага. Да, без помощи государства тысячи детей подняли. Ну, молодцы. Деревню с нуля строим. Деревню с нуля. То есть вот на таких людях, как вы, держится земля православная? В России погибло 21 тысяча селений, поселков, сел. И мы взяли землю, получили статус. И сейчас строим. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда мы разговариваем. Блин, ну я курю. Только не надо ничего говорить плохо. Если у вас будет желание узнать больше, вы зайдите в скайп, и Игнатий Лапкин зарядите, и вы сразу на меня выйдете. В скайп я не пойду. Ну, а если в Ютуб зайти, вот в Ютуб можете зайти. Называется «Во свете Библии». Ну, в Алтай. Почему в Алтай? Почему не на Урале? Потому что это наша родина здесь. Это наша деревня, которая 20 лет не существовала. И мы получили статус, землю. И теперь строим на ровном месте. Восстанавливается, да? Ну, да. Подрождается, так сказать. Ну, 20 тысяч все углублено. Я тоже смотрю, как в деревне погибают, затухают, и вот тоже не знаю, где найти таких вот соотечественников, чтобы, ну, поднять село заново. Вы сначала сами подниметесь с постели. Кого вы поднимете, когда вы лежите, лежа разговариваете? Ты кого вы поднимете-то? Вы встаньте. Вы не парализованы же. Видно, что мы здоровый мужчина-то. И вы сразу начинаете молиться, и Господь покажет. А кого-то восстановишь, когда сначала надо с душой разобраться. Мы первым делом храм построили. Храм. Вот, видите, вы какие молодцы. Школа государственная. Школа государственная. Свои учителя, все верующие. Ну, я-то еще, вот, вот, вы уже на пенсии, вам пенсию платят, а я еще студент. Ну, хорошо, у вас какая студент? Сколько вам дают? Чего? Ну, ну, что-то дают, там, стипендия-то. Ну, сколько стипендий, я не знаю. Ну, тысяч восемь, наверное. Ну, у меня восемь тысяч сто сорок один рубль тридцать три копейки. За тридцать пять лет трудового стажа. Ну. Ну, вот, вот, примерно то есть та жизнь. Ну, вот, я ни разу голодный не ложился. Господь все равно что-то даст. Ну, да, наверное, трос, вы, да, помогаете? Или вы пятишкам помогаете? Да Господь знает, когда мы нуждаемся. Даже не знаешь, откуда еще даст Господь. Вот мы проехали, у меня 38 томов книг вышло, и мы проехали до Дальнего Востока, потом прошли до Лиссабона. 120 тысяч километров прошли. И я везде дарил 38 томов, чтобы 850 городов и сел. Прошли Скандинавию, Прибалтику. А какого-то нет, если вы до Лиссабона дошли? Да. От Тихого до Атлантического океана. И дарил книги, 38 томов каждые. Вот в Москве мои книги, в библиотеке Ленина, в парламентской, в исторической и в Киеве. По порядку, ну. В Дании, допустим, Копенгаген. Сразу взяли и сказали, в Королевскую библиотеку пойдет. Вы воевали, что ли? Нет, не воевал. Я от 39-го года. Как я мог воевать? С кем? А, ну, я же не знал, в каком... Ну, кто воевал, да те какие-то. Мне 80 лет. А почему вы как-то никого ходили? Мы наехали туда подарить книги. Вы не расслышали. Я решил подарить книги, которые у меня выше. Мои книги, мной написанные. 38 томов. И я решил подарить их в библиотеке Мира. И мы посетили 650 мест. Понятно. На 35 миллионов рублей подарили. Про что написано-то хоть? Ну, в первую очередь, это вопросы и ответы, которые мне задавали в университетах. Я преподавал, вёл занятия в университетах. Три радиопрограммы вёл во всех воинских частях, милиции. То есть у меня огромный ареал был, где говорил. И проповеди. Ответ на вопросы. Я отвечаю на 4124 вопроса. А вопрос каждый включает. Что говорит об этом Библии? Что говорит патристика? Это 300 томов. Что говорят каноны правила? 719 и житя святых. 1173 биографии. Нет, ладно, хорошо. А книга, о чём? О чём написано книга? Я вам и сказал, о жизни. Вопросы, которые задавали мне в учебных заведениях. Про вопросы, да? Про всё. То есть ответы на вопрос? Да, про всё. Там 55 папок. Отдельно евреи, мусульманство, христианство, работа, волшебство, будущее судьбы мира. Вы ученики, что ли? Что вы повторите? Ну, вы это изучали? Как вы отвечали на вопрос? Откуда у вас данные? Я учился 50 лет. 56 лет учился. Ну вот, про мусульман. Вы это тоже всё изучали? Про мусульман я разбираю Коран. Весь Коран от корки до корки. Пасура моя и я там. В сравнении с Библией. И что о мусульманах сказали за 1300 лет? Какие правители были кто? А о библиях у меня три тома. Каждая книга 752 страницы. Послушайте, тогда вот такой вопрос. А почему есть мусульманы, ну, не хорошие в качестве террористов, а есть добрые мусульманы, которые за добро? В чём разница? Да в том разница. Одни исполняют, что написано в их книге, а другие не исполняют, только в этом. Так кто из них плохой, кто из них не верит? Я не говорил плохой, я сказал исполняют. Я им давал, говорю, давайте, две кафедры. В одной, которая официальная, мусульмане, зарегистрирована в России, а в другой ИГИЛ. Каждому дать вашу книгу священную. Вы знаете, как она называется. Так те победят вас. Не понял. Да не понял ничего, Тимур. Какой шум подобретет? Я говорю, те, которые воюют в ИГИЛ, я вот писал Путину, чтобы мне помогли переехать с той стороны в турецкую границу. Я к ИГИЛовцам просился быть среди них. А зачем? Для чего? Молиться для того, чтобы Господь открыл истину, чтобы их не убивали. Там хорошие люди есть. Там есть, я верю. Я знаю, у меня товарищ тоже там, ну, просто только воюет. Я не воевать приехал. А я, чтобы дали мне место, где бы я мог молиться. Просто для чего? Почему мусульман, вот у них Коран-то единый, как бы, да? Да. Почему они мусульмане за мир, то есть во всем мире, да? Ну, как христиане. А другие мусульмане хотят отвоевать, что-то там доказать. Почему нельзя объединиться и устроить мир? Так этот вопрос-то к ним надо задавать, не ко мне. Я вам ответил. А вы теперь их спросите. Я разбирал, я ответил. Согласно их книге, они правее тех, которые воюют. ИГИЛ. Ну, у них же своя тоже вера. Ну, я и не опровергаю ничего. Вы спросили, я ответил. Я им задаю вопрос. Скажите, ваш, кто организовал вам это все? У него сколько военных сражений было? Они никто не знают. Я могу сказать до одной буквы, сколько в Коране. До одной. Я православный, я христиан. Я православный, поэтому мы отвечаем на основание Библии. Мне просто интересно, к чему одни мусульмане относятся хорошо к жизни. Вот даже взять, я не знаю, там, ну вот. Ну, я много могу привести примеров, я не буду лично приводить. Ну, а другие вот негативно к исламу, к христианству относятся. То есть, ислам вот у них вот, мусульмане, ислам вот для них, у них что-то свое. У них руководство? Я согласен, что ислам это самое молодое дело. Смотрите. Я считаю, что она даже самая продвинутая. Я отвечаю согласно Библии, а они отвечают согласно своей книге. Я ничего не опровергаю, только говорю в сравнении. Ну, ладно. Ладно, дай Бог вам здоровья. Спаси Христос. Ну, все. Аллилуйя. Да. Вот так. Вы верующий? Да, крещеный. Ну, крещеный, значит, с верой крестить надо. Вот так. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увеет в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Да, это жестко. Вот. Об этом говорит евангелист Марк в 16 главе. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У вас дома Библия-то есть? Нет, конечно. Совсем нету Библии. Да как же так? Это нехорошо. Смотрите. Вот. Если у вас какие-то вопросы, касающиеся спасения души, жизни, можете задать. Да, нет. Нету. Но вы, если крещеная, вы в церковь-то ходите? А почему не ходите? Стыдно? Да, стыдно. На царский пир пойти не стыдно никому. А это пиршество. Она называется обеднее. Господь близок к сокрушенным сердцем. И он всех зовет. Не стыдитесь, это ложный стыд. Стыдиться надо не верить, что Бог дал нам землю, солнце, воздух, а человек не верит. А я атеист. Я говорю, что такое атеист? Она сразу исчезла. Выключилась. Даже слова-то не знает. А то же я атеистка. А другая говорит, а я сатанистка. И когда ты... Мы из Барнавола звоним. Алтайский край? Алтайский край. Мы пришли сюда в эту прорву, в эту рулетку от Содома Гоморру, чтобы людям рассказать о Боге, о суде Божьем какой будет. Тут половина мужчин голые. Прямо открыто самокупляются. Что попало делают? Да, есть такие, попадаются. Не попадаются, сплошняком. Сплошняком. На 10 человек только двое одетые. Я тут статистику веду. Примерно 50% из них раздетые. 80% примерно мусульмане. Да. Если у вас есть какие-то вопросы по жизни, божественные какие-то, можете задать. А вы этот, богослужитель? Богослужитель. Я, как сказать вам, простой человек, но я занимаюсь проповедничеством миссии 56 лет. Понятно. А сейчас вам на данный момент сколько лет? 80. Он даже не скажет, что 80. Так не скажешь. Меня сколько по тюрьмам мучили, сколько всего. 26 лет мне руки выкручивали да вымораживали. И Господь дал здоровье, а еще ни одной таблетки не съел. Дай Бог бы, чтобы так всегда было. Но моя биография, она Богом написана. Ее такую нельзя написать, биографию. Вот я, по милости Божией, живу еще. А почему живу я? Господь позволил создать детский православный лагерь. Единственный во всем Советском Союзе. И мне пришлось быть его бессменным руководителем 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Нигде. Только давили, как говорят, гнобили. А мы остались живы. Ясненько. Это у вас там на полках книги или что лежало? А где? А вон вверху. Да, книги в другой комнате. У меня книги от пола до потолка, вся стена была. Книг очень много. Я был когда в Жорданвилле, это под Нью-Йорком монастырь в Америке. А у них там типографии, они еще не переплели. А я был реставратором, переплетчиком. Ну и такие книги, как были, без скорочек привез, и тут переплел, обрезал, все как надо. У меня была исключительно сильная библиотека. Есть книга. Вот Господь мне позволил написать 38 томов книг. Офигеть. И как они называются? Они называются на нашем сайте. Сайт называется «Восвете Библии» сайт. И «Восвете Библии» ютуб. Вот в ютубе у нас 14500 роликов. Офигеть. Да. А на сайте, если зайдете, сайт, тоже «Восвете Библии» сайт, и там все мои книги выставлены, которые Бог мне позволил издать. Вот последние четыре книги по 800 страниц. По 800 страниц. Там 3467 моих стихотворений. По 9 куплетов каждая. И у каждого эпиграфа из Библии. Нифига себе. Вот это вы даете, дедушка. Да что даешь? Это Господь дает, я ничего не даю. И вот представьте себе, что продают пачки бумаги 500 листов. Ну, печатать обыкновенно на печатной машинке-то. Это 7 пащек. 3467 стихотворений. И от верха до низу, это 36 строчек в каждом стихотворении, и ни одной помарки нигде нету. С чистого листа пишется. Такого не бывает. Ой, да. Если вы зайдете, вы посмотрите там, которые 86 стихотворений, положенные на музыку поются. Это Бог делает. Человеку это нельзя сделать. Я себе не приписываю ничего. Это благодать Божия. Вот я на корабле работал. Я могу вам даже прочитать два куплета хотя бы. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло, но раздался в дух голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник, как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка, объятия холодной волны. Над пропастью мглы, с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. И последний куплет. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Здорово. Здорово, правда. А вот другое стихотворение, оно тоже песнопение. Как бы биографичное такое. Я как к людям обращаюсь. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищника меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилье. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследуют святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Вот вам, если будет желание встретиться, вы только в скайпе зарядите Игнатий Лапкин и вы сразу на меня выйдете. Хорошо. Фамилия, моя имя, она только один раз встречается. Ладненько. У нас огромные материалы, огромные. Вот на сайте там 50 книг аудио моим голосом насчитаны. Вы можете включить архипелагулаг слушать Библию с Богом. С чего доброго. Храни Господь вас. Вопросы есть там по вере, что-то можете задать. Мы пришли в рулетку специально в эту тьму, в это ущелье мрака. Тут что поделает-то? Страшно смотреть. Содом и Гоморра. Пристанище Вулы и Робарата. Да. И мы говорим, считаем Евангелие, я стою тут, считаю, Евангелие, Псалтырь. Пытаемся людей как-то расшевелить. Откуда сами? Барнаул, Алтайский край. Далеко. Ну что, это не так и далеко. Мы, например, не считаем это далеко. Это рядом совсем. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Мы верим в Господа нашего Иисуса Христа и проповедуем здесь о воскресшем спасителе, потому что это место разбрата. Люди погибают здесь. А где ты находишься, отец? Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. А почему погибают? Потому что развратничают, пьянствуют, матерятся. Женщины показывают половые органы и все. Что непонятно-то? Что это? Тут ни в какие рамки это не входит. Ну да, согласен. Половина мужиков голые валяются, никому не нужная. Раньше было человек, если знакомится с женщиной, он придет там в какой-то форме показать, что он надежный. А сейчас ничего нет, он голышом. Выходи за меня на одну ночь. У него ничего нет, кроме нижней части тела. Даже вверх головы спрячут. Ну как излечить это все? Христом. Если человек имеет страх Божий, что после смерти будет воскресение, общее, и одни пойдут в рай, другие в ад, в огонь вечный, то человек будет думать. Почему жена Ульянова Владимира Ильича говорила, что религия узда для масс? Узда. А на коня сядь, узды не сделай, куда ты поедешь? И поэтому митингуют, Майданы разные, и куда пришли с Майданами? Что-то спрятано, вас лица-то не видать где-то. С кем я разговаривать-то буду? С людьми. Ну маленько-то, опуститесь вниз-то. Я же для вас опасности не представляю. Мы пришли людям сказать о Боге, о вечности. Только не ругайтесь. О, давайте, расскажите нам, пожалуйста. Ну, сядьте так, чтобы видно было, чтобы я с кем-то разговаривал. Ты чего тут? Потом опять спрячетесь. Вот так. Мы из Барнаула. Меня звать Игнатий Лапкин. Вы зайдите... Игнатий Лапкин. Если вы зайдете на YouTube и поставите в отцепи Библии, вы найдете наш канал. Там много доброго. Мы людям рассказываем о Боге, о вечности. Не верите или верите? Нет. Не верите. А если не верите, а для чего тогда живете? Какой смысл жизни? В Бога-то верите, нет? Чего? В Бога верите? Вы в Бога верите, нет? Так. А в церковь ходите? В церковь ходите? В церковь ходите? В церковь ходите? Да. Молодцы, хорошая девочка. Вы только никому в дом не заходите никогда. Никогда. В дом не заходите никому никогда, чтобы не было беды какой. Где бываете, только со взрослыми ходите. Берегите себя. Берегите себя. Ладно. Господи, благослови этих девочек. Давай. Вот молодцы, какие хорошенькие. какие хорошенькие. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!